Доброй ночи! Как всегда, за сутки до очередного игрового дня Лиги Чемпионов в эфире специальный выпуск футбольного клуба, посвященный этому событию. Время позднее. Футбола сейчас, даром что весна, показывает все еще мало. И по двум этим причинам мы приходим к простому конструктивному решению, которое будет применено в сегодняшней программе. Минимум слов и максимум картинки. Дмитрий Хайтовский и Тимур Жравель при участии Ильи Казакова со специально подготовленным видеообзором. Итак, из нашего обзора вы узнаете. Выйдет ли Рональдо завтра на поле или нет? Этим вопросом сейчас задаются, наверное, все фанаты Миланского Интера. Готов ли Зубастик сыграть на все 100 в поединке с Манчестер Юнайтед? Как складываются дела в Ювентусе после того, как клуб покинул Марчелло Липпи? Новый тренер Карло Анчелотти делится своими мыслями о будущем команды. Вы сможете встретиться с безумцем Отто, как называют наставника Кайзер-Слаутерна Отто Рихагеля. Узнаете о кризисной ситуации в великом мадридском Реале. И, наконец, сегодня в роли эксперта выступит Рут Гулит. Он даст свои комментарии, а также попробует проанализировать завтрашний матч Реал-Мадрид-Динамо-Киев. Итак, завтра в среду состоятся следующие матчи. Прошлогодний обладатель главного европейского трофея Мадридский Реал встретится с киевским Динамо. Мюнхенская Бавария будет участвовать в немецком дерби в поединке с Кайзер-Слаутерном. Чемпионы Гренца и Олимпиакос проведут матч с туринским Ювентусом. И, наконец, Манчестер Юнайтед встретится с Интером. И с рассказа о последнем мы и начинаем. Совершенно естественно, что перед важным поединком первое, о чем думает тренер, слабые стороны клуба. Проблемы. А их сейчас у Интера предостаточно. Последний матч с Пармой в полуфинале Кубка Италии команда заканчивала восьмером после удаления трех игроков. Более того, появились проблемы с Юрием Джаркаевым, который, видимо, осознавая свою значимость, а может быть значительность, заявил о том, что не желает находиться в запасе и его место на поле. Но, к сожалению, для Мирча Луческо, тренера Интера, проблема с бунтовавшегося Джаркаева и поведение игроков на поле не самые большие неприятности. Гораздо большую головную боль ему доставляет физическое состояние Рональда. Проблемы со здоровьем начались у великого бразильца сразу в приезде того с мирового первенства. Сейчас врачи рекомендовали ему ограничиться лишь тренировками и избегать больших нагрузок. На сегодняшний день без Рональда нам действительно тяжело, говорит Мирча Луческо. Он, игрок гениальный и нередко один, может решить исход матча. Естественно, что его отсутствие скажется, если и не на результате, то, по крайней мере, на ходе всего матча. Правда, и самому тренеру не удалось избежать проблем. Его контракт с командой заключен на слишком короткий срок, чтобы Луческо смог что-то реально сделать. Конечно, для тренера это очень тяжело. Работать без какой-либо подготовки и долгосрочной программы, к сожалению, специалист. С другой стороны, безусловно, я запомню тот вечер надолго, рассказывает Роберто Баджо. Тогда нам была необходима победа по многим причинам. Одна из них и, наверное, главная возможность вновь почувствовать себя великим клубом. Да, тогда мне удалось забить два мяча. Не у многих получалось сделать дубль в матче Лиги Чемпионов. Интер победил, и для меня этот вечер был самым счастливым в жизни. По крайней мере, тогда мне так казалось. Баджо, скорее всего, будет ключевой фигурой в среду. Но в центре внимания все равно будет противостояние двух старых знакомых. Англичанин Дэвида Бэкхэма и аргентинца Диего Симеона. Есть ли между ними какая-либо вражда? Не знаю, спросить об этом Бэкхэм и говорить Симеоне. Лично у меня против него ничего нет. Я думаю, он великий игрок и надеюсь, что эта игра будет захватывающей. В любом случае, я получу от нее удовольствие. И еще, это очень важный матч. Манчестер находится в хорошей форме. Мы, может быть, не настолько сейчас хороши, насколько хотели бы быть. Но Интер – это всегда Интер. И главный европейский трофей – наша основная цель. В качестве эксперта сегодня выступает Руд Гулит. Будучи игроком, он дважды держал в руках заветный кубок. Сейчас Гулит – главный тренер английского Нью-Касла. Таким образом, он знаком с игрой Манчестер Юнайтед не понаслышке. Я думаю, что Манчестер Юнайтед – команда, которая играет в футбол европейского класса и европейского стиля, рассказывает Руд Гулит. У них очень много классных игроков, и это одна из причин того, что они сейчас столь хороши. Манчестер очень часто использует тактику длинных пасов и игру на второй этаже. Это очень опасный соперник. Манчестер установил рекорд, забив 20 мячей в групповом турнире. И это поистине достижение, поскольку группу Дэв, в которой выступала команда, справедливо называли группой смерти. И сейчас, когда заветной целью осталось всего несколько шагов, хватит ли у них сил пройти их? В нынешней ситуации любая победа дается с невероятным трудом. Каждая игра зависит от множества эпизодов, и маленькие ошибки могут привести к поражению. Манчестер это знает и, надеюсь, сделает все, чтобы их не допустить. На сегодняшний день обе команды – и Интер, и Юнайтед – обладают прекрасными полузащитниками. Но, возможно, именно противоборство двух из них – Симеона и Кина – станет решающим. Да, мне кажется, за этой парой будет интересно понаблюдать, говорит Гулин. Они, скорее всего, будут играть друг против друга в полную силу. Конечно, не потому, что между ними есть какая-то ненависть. Просто оба они предпочитают футбол силовой, играют со страстью, и в каждом матче выкладываются на все сто. Конечно, подопечные Фергюсона не испытывают никакого страха перед Интером. Но, чтобы победить итальянцев, Манчестеру придется очень постараться. Конечно, эта задача не из легких, говорит Гулит. Но я думаю, манкунянцы уже готовы к трудному поединку. По крайней мере, у них боевой настрой. Хотя, кто знает, может быть, все в этом матче будет проще. Ведь это футбол. Результат, и тем более на таком уровне, непредсказуем. Ну а следующее противостояние самое интригующее. Немецкое дерби. Бавария-Кайзер-Слаутерн. Страна — это, пожалуй, единственное, что роднит эти команды. В остальном нельзя найти два более непохожих клуба. Для Кайзер-Слаутерна достичь своего нынешнего уровня было мечтой. Для Баварии команда аристократа — это, как говорят многие, право данное при рождении. Но в прошлом сезоне Бавария не смогла стать первой в Бундеслиге. Это место занял Кайзер. И в завтрашней встрече мюнхенцев устроит лишь победа. Я не очень люблю подобные дерби, говорит Франц Пикенбауэр. В прошлом году мы играли с Дортмундом. Вообще, такое впечатление, что играешь обычный матч Бундеслиги. Мне это все не нравится. В подобном турнире я предпочел бы встретиться с командой из другой страны. У тренера красных чертей от Трихагеля, возможно, несколько иной взгляд на эту, если ее можно так назвать, проблему. Три года назад он был смещен с поста главного тренера Баварии и ее президентом Францем Бекенбауэром. Так что, возможно, наставник Кайзера рассматривает этот матч как возможность реманша. Я не думаю, что во время матча будет присутствовать что-то личное, говорит Трихагель. Ну, конечно, что скрывать, инцидент между нами имел место и определенный отпечаток оставил. Но ни о какой месте речь идти не может. Да, между нами был конфликт, говорит Бекенбауэр. Но сейчас почти все в прошлом. По крайней мере, наши отношения не настолько плохи, насколько многие считают. Но при всех сложностях во взаимоотношениях тренеров Бекенбауэр всегда говорил о том, что он уважает Трихагеля. Это фантастический результат. За два года преодолеть пропасть между второй и первой Бундеслигой, стать чемпионом Германии и четвертьфиналистом Лиги чемпионов. Во многом, это заслуга тренера. Сейчас, если вы оглянетесь на два с половиной года назад, то вспомните, что финансовое положение команды было очень сложным, рассказывает Трихагель. Если быть честным, то мы были близки к краху. Но то была черная полоса. К счастью, нам удалось ее преодолеть, поправить материальное положение и в результате достичь сегодняшнего уровня. Казирслаутерн дошел до четвертьфинала с наилучшими показателями. Но во многом это стало возможно благодаря жребию, определившему красным чертям соперники, не особо сильные и титулованные клубы. Многие говорят о том, что команда короля Отто выигрывает благодаря знаменитым предматчевым установкам тренера. Некоторые противники утверждают, что во время игр Трихагеля оказывает давление на рефере, часто с нескрываемой агрессией выскакивая на бровку. Ну не знаю, опровергает это мнение Франц Пекенбауэр. По-моему, можно найти наставников, которые ведут себя и похуже. Трихагель еще тихий тренер. Правда, для своих 60-ти он достаточно энергичен. Видимо, в завтрашнем поединке с Баварией безумцу Отто придется погубить немало нервных клеток. Что касается самой Баварии, то команда в предыдущих матчах добилась двух нищих во встречах с Манчестером и победила Барсу, что дало ей лидерство в группе смерти, в группе D. Тренер мюнхенцев Отмар Хитцвельд перестроил команду. Он разрушил стереотип Баварии, как клуба, играющего несколько авантюрно, предпочитающего атаку обороне. Сейчас команда нашла баланс между нападением и защитой. Мы рады, что наконец нашли такого тренера, как Отмар, говорит Бекенбауэр. Он нечасто вмешивается в игру, ограничиваясь лишь общими наставлениями. Хитцвельд доверяет футболистам делать то, ради чего они находятся в клубе. Ну а теперь мнение нашего сегодняшнего эксперта Руда Гулета. В этом сезоне мюнхенская Бавария произвела на него большое впечатление. Ему понравился тот стиль, который привил команде Отмар Хитцвельд. В Германии все играют по одной и той же схеме, 3-5-2. Притом вне зависимости от ситуации. Тактическая негибкость немецких команд — это их главный минус. Если вы каждый раз играете по одной и той же схеме, то к вам легко приспособиться. Мюнхенская же Бавария постоянно варьирует свою тактику. Команды можно сравнивать еще по одному показателю. Наличие звезд. И здесь Баварии нет равных. От немецкого дерби я жду настоящего зрелища. В Германии привыкли сражаться все 90 минут. Думаю, это будет битва не на жизнь, а на смерть. Ну а кто, по мнению Руда Гулета, будет победителем? Я думаю, что Бавария пойдет дальше. Ну что же, а сейчас вопрос в викторины. Сможете ли вы назвать пять игроков, которые два раза побеждали в Лиге Чемпионов, выступая за различные клубы? Ответ через мгновение. А теперь ответ на наш вопрос. Итак, какие пять футболистов побеждали в Лиге Чемпионов в составе двух разных команд? Первый из них – Марсель Десаи. Он завоевывал самый почетный европейский трофей в 93-м с Марселем, а годом позже с Миланом. Дидье Дешам. Дважды он был капитаном в составе обладателя Кубка Чемпионов. В Марселе образца 93-го года и в Ювентусе 96. Третий португальский полузащитник – Пауло Соуза. Вместе с Юве он стал лучшим в Европе в 96-м, а через год в составе Боруссии в финале поверг свой прежний клуб. И, наконец, в Реале в прошлом сезоне оказалось два таких футболиста. Для Панучи и Зейдорфа триумф в Лиге Чемпионов был не в диковинку. До этого итальянец завоевывал кубок вместе с Миланом, а голландец – с Аяксом. Реал снова оказался в кризисе. В прошлую среду клубное руководство приняло решение об увольнении главного тренера Гуса Хиддинга. Я не знаю, кто виноват в ловжившейся ситуации – игроки или тренер, говорит президент Реала Лоренцо Санс. Но очевидно, что Хиддинг не смог найти общий язык с командой, хотя времени у него было предостаточно. Поэтому все разрешилось именно так. В мадридский Реал вернулся тренер Джон Тошек. В 90-м году он сделал королевский клуб лучшим в Испании. Но сейчас ситуация уже не позволяет думать о национальном золоте. Первоочередная задача Тошека – возродить утраченный командный дух. Я хочу, чтобы новый клуб должен позволить ему влиять на игроков лучше, чем это получалось у Хиддинга, уверен Санс. Мы хотим, чтобы каждый игрок Реала чувствовал, что защищает цвета великого клуба. Общие интересы должны быть выше личных. К сожалению, в последние полгода такого не наблюдалось. Тошеку предстоит найти для команды новую мотивацию, но это будет сделать крайне трудно, считает Рут Гуллид. Хиддинг способствовал застою в настрое команды. Тошеку придется исправлять ситуацию. То, что Реал уже вряд ли победит в национальном перенстве, не должно влиять на самоотдачу игроков в каждом матче. Реал в тяжелом положении еще и потому, что ему нужно отстаивать титул сильнейшего клуба Европы. Практика показывает, что это редко кому удается. Последним клубом, выигрышем Кубок Чемпионов дважды подряд, был Милан, как раз с Гуллидом в составе. Было это 9 лет назад. Тогда мы играли в суперфутбол. У нас был очень сплоченный коллектив, вспоминает Гуллид. Сейчас все быстро меняется. Ни одной команде не удается сохранять форму на протяжении долгого времени. Реал это подтверждает. Реалу будет противостоять самый загадочный из участников четвертьфинала «Динамо Киев». Украинский чемпион начал турнир из рук вон плохо, набрав в трех стартовых встречах всего два очка. Но в оставшихся играх киевляне взяли максимум и оказались в восьмерке. Тренер «Динамо» Валерий Лобановский имеет опыт побед в евро-турнирах. В 75-м и 86-м годах он приводил киевлян к триумфу в Кубке Кубков. Лобановский выстроил игру «Динамо» в полном соответствии с требованиями современного футбола. Каждый из его футболистов способен решать на поле любую задачу. Выстроенные киевлянами схемы отработаны до автоматизма. Самое сложное для Реала – это переиграть Киев тактически. Лобановский показал, что способен максимально рационально строить игру, считает Гулит. Стратегию Лобановского реализуют физически очень хорошо готовые футболисты. Они способны отбегать 90 минут в одном высоком темпе. Андрей Шевченко – главная гроза Киева. В свои 22 он имеет большой опыт по преодолению оборонительных порядков сильнейших клубов континента. Уже давно многие гранды Европы пытаются склонить Шевченко на переход. Но «Динамо» отвечает всем категорическим отказом. Шевченко ничуть не хуже Рональда. А в определенных компонентах даже превосходит бразильца, считает Гулит. Шевченко может выступить и как разыгрывающий, и как наконечник копья. Плюс к этому он блестяще оснащен технически. Реалу придется с ним помучиться. Но у Киева помимо Шевченко есть еще и ребров. Итог их совместных усилий – 18 голов в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов. Эти футболисты абсолютно взаимозаменяемы. И у Лобановского есть масса вариантов их использования. Но в любом случае некрепкой обороне Реала предстоит суровое испытание. Мадридцам в их нынешнем состоянии будет очень тяжело пройти «Динамо». Я считаю, что Киев в этой паре явный фаворит. Допинговый скандал, травма Дель Пьера и неровные выступления в серии А – все это непривычные атрибуты нынешнего Ювентуса. Даже Марчелло Липпи под грузом этих проблем не выдержал и три недели назад подал в отставку. «Мне казалось, что причина неудач во мне, поэтому я решил покинуть клуб», – говорит Липпи. «И пока все говорит о том, что это был правильный шаг». Но так или иначе, Ювентус потерял человека, которому он обязан одним из самых славных периодов своей истории. Игроки до сих пор уверены, что Липпи не виноват в слабом выступлении команды в нынешнем сезоне. «Нет ничего хорошего в смене тренера, особенно когда с этим специалистом команда провела четыре блестящих сезона, считая Дегед и Шам. Мне кажется, что мы, футболисты, сами где-то недорабатывали. Липпи здесь ни при чем». Уход Липпи не решит назревших проблем клуба. Так в чем же причина неудач? «Этим летом состоялся чемпионат мира по футболу. У нас половина основного состава была задействована в сборных. Естественно, это сильно сказалось на выступлении команды. Плюс к этому травмы не давали покоя нашим лидерам. Мы проиграли несколько встреч подряд, а поскольку привыкли только побеждать, то мы оказались в психологической яме. Все это и вылилось в затяжной кризис. Из этого кризиса команду сейчас пытается вытащить Карло Анчелотти. «Я думаю, в данной ситуации мне нужно провести тщательную психологическую работу», — говорит Анчелотти. «Что касается чисто футбольных компонентов, то здесь все в порядке. Физическое состояние у всех на высоком уровне. Дело в настрое. И это решаемо». Анчелотти сразу указал путь выхода из кризиса. Под его руководством Юви набрал 7 очков из 9 возможных. Но в Турине пока не торопятся делать выводы. Тем более, что тренерский опыт Анчелотти ограничивается всего одним полным сезоном. Он привел Парму ко второму месту в серии А, но вскоре его уволили. Болельщиков Юви смущает также репутация Анчелотти как тренера, делающего упор только на оборону. «Я понял, что успех в итальянском чемпионате зависит исключительно от крепкой защиты, считает Анчелотти. Может, моя команда будет играть не слишком привлекательно, но зато она будет делать результат, а это главное». В средней линии Юви есть как раз те футболисты, которые подходят под стратегию Анчелотти. Это два умелых разрушителя – Дидье Дешам и Эдгар Давец. Но успех команды Липпи основывался прежде всего не на четком оборонительном акценте, а на балансе между атакой и защитой. И Анчелотти придется многое изменить, чтобы построить команду в соответствии со своим видением футбола. «Анчелотти хочет, чтобы оборонительные задачи решали все, без исключения футболисты», – говорит Дешам. «Но у нас в команде есть такие игроки, как Инзаги, Дель Пьеро, Анри, Зидан. И от них сложно ожидать самоотдачи в обороне. Они не привыкли к этому. Анчелотти будет тяжело реализовать свои замыслы». Встреча с Олимпиакосом – первое серьезное испытание для нового тренера. В нынешней Лиге чемпионов Ювендес выступал крайне плохо, одержав победу всего в одном матче из шести. И пробился в число четверть финалистов лишь в последний момент. «Лига чемпионов для Юве – последний шанс что-то выиграть в сезоне. Это стимул, но я боюсь слишком большого давления, которое оказывается и на игроков. Турин ждет от нас Кубка чемпионов, и мы должны его завоевать». Проблема с составом – это отсутствие Дель Пьера и невозможность его заменить. Анри в Лиге чемпионов не заявлен. И пару инзайя может составить только Снайдер, который с момента появления в Юве еще не забивал. Олимпиакос не принадлежит к европейской элите, но его выступление в групповом турнире показало, что эта команда способна на многое. Позади греки оставили Аякс, Порто и Кроацию. Хотя все и считают Ювентус фаворитом, вряд ли итальянцев идет легкая прогулка. «Считаю, что почти все козри на нашей стороне. У нас огромный опыт Еврокубков, стабильный состав. И еще, Лига чемпионов – это наш последний стимул в сезоне. Поэтому мы должны побеждать». У Руду Гуллита есть персональный резон переживать за Анчелотти и его команду. Они вместе играли в составе Великого Милана в конце 80-х. «Когда он пришел в Милан, все говорили, что он пришел доигрывать. Но он стал одним из важнейших персон в команде. Анчелотти – самый приятный человек, с которым мне приходилось общаться. Думаю, в Юве у него все получится. В парме Анчелотти недостаточно доверяли. И надеюсь, что в Турине все будет иначе». Гуллит считает, что «Ивентесу» нужно решить вопрос в первом домашнем матче, так как в Реции играть всегда тяжело. «Олимпиакос» больше склонен к атакующему футболу. Плюс дома у них бешеная поддержка, говорит Гуллит. «Я знаю, что приезжим командам там оказывается суровый прием. Болельщики в ночь перед матчем стоят перед гостиницей и поют песни, тем самым заставляя бодрствовать команду соперника». Так смогут ли Греги преподнести сюрприз? «Нет, думаю, «Ивентес» выиграет». «Я думаю, что «Ивентес» выиграет.» Итак, прошлогодние обладатели главного европейского трофея «Мадридский Реал» встретятся с киевским «Динамо». «Мюнхенская Бавария» будет участвовать в немецком дерби в поединке с Казислаутерном. Чемпионы Греции «Олимпиакос» проведут матч с туринским «Ювентесом». И, наконец, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Интером». Наиболее, наверное, для нас значимую игру «Реал Мадрид» «Динамо Киев» вы сможете посмотреть на общедоступном канале НТВ. Ну а остальные баталии на футбольном канале НТВ+. НТВ НТВ Субтитры создавал DimaTorzok